Дорогие друзья, в эти праздничные дни всех нас объединяет вера в светлое и счастливое будущее. Ведь Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, новые успехи и, конечно же, новые победы. То, что произошло в мире в уходящем году, ознаменовалось для меня полным пересмыслением всего, что я знал и во что верил до сих пор. Вместе с тем я остаюсь верен своими идеалами и целям, постоянно ощущая дополнительный стимул для работы во имя скорейшего достижения и отчисления всех ранее поставленных мной задач. Главное из них – гармоничное обустройство планеты для жизни всех людей в единении с природой. И струнный транспорт на пути к такому будущему становится важнейшей составляющей, точкой роста биосферных технологий. Надежда на это прекрасное будущее в сочетании с сознанием того, что все достижимо, дают мне силы не опускать руки и продолжать работать со всем возрастающим упорством и вдохновением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 2022 году благодаря во мною группа компаний ЮНИСКО приняла активное участие во многих международных выставках и конференциях, что свидетельствует о международном признании технологии UST. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, конечно же, выставкой на Транс-2022 в Берлине, на которой наш ВНИБАЙК был представлен РТА, Министерством дорог и транспорта Дубая. Причем, что показательно, по собственной инициативе и за свой счет, что свидетельствует о перспективах получения заказов на УСТИ в одном из самых инновационных городов на планете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В рамках участия в Экспо-2020 Центр сертификации испытаний ЮСКАЙ в Шарже посетило более ста делегаций из нескольких десятков стран. Среди них Королевская семья Лисота, представители крупного бизнеса, послы, дипломаты, премьер-министры, министры, губернаторы, мэры и государственные чиновники высокого ранга из объемных Арабских Эмиратов, Бразилии, Колумбии, Перу, Руанды, Индонезии, Челепин, Индии, Казахстана, России, Белоруссии и многих других стран. Ну и план сработал. Вместо виртуальной выставки в виде иллюстрации и видеороликов на Экспо-2020, что к тому же обошлось бы нам минимум 5 миллионов долларов, мы организовали реальную выставку рядом, в Шарже, демонстрацию наших достижений в металле и бетоне с возможностью проезда в наших инновационных бесплотных рельсовых электромобилях на стальных колесах. Основная часть визитов привела к серьезной заинтересованности транспортно-инфраструктурными решениями ЮСТИ. Более чем в 10 странах началась активная работа по реализации адресных проектов. По ряду из них уже подписаны соглашения на первой стадии проектных работ. В рамках обмена опытом с Объединёнными Миральскими Миратами мэры более чем 40 средних и крупных городов России посетили Центрю Скай, в результате чего началась работа по реализации адресных проектов в российских городах. Компания ЮНИСКИ Станин Технологии подписала договор с Univative Transport System Индонезия по применению технологий ЮСТИ на всей территории страны. Один из планируемых реализаций проектов – городская трасса ЮСТИ в столице. Еще одно направление – использование комплекса ЮСТИ для соединения островов Суматра и Ява, что позволит вывести транспортное сообщение между ними на принципиально новый уровень. Также в этом году мы начали активно сотрудничество с «Сарвадором». О больших планах правительства по применению технологий ЮСТИ заявил уполномоченный президента по стратегическим проектам. Наши специалисты уже работают в «Сарвадоре» и успешно выполнили первый этап проекта. Проработаны варианты маршрутов, конфигурация и локализация городских комплексов ЮСТИ. Планируется интеграция ЮСТИ с уже строящейся по президентской программе Тихоокеанской железной дорогой. По итогам международного форума в Руанде и презентации ЮСТИ министру инфраструктуры и мэру столицы подготовлен контракт на адресный проект, который находится сейчас на стадии подписания. Заинтересованность в проектах ЮСТИ выразили и другие африканские страны. Например, после встречи переговоров с премьер-министром и королем Лисота планируется использование ЮСТИ в столице страны, в городе Массеру. Как я уже говорил, ранее король этого государства, лет сие третий, посетил наш центр сертификации и демонстрации ЮСКАЙ и после проезда с первой леди в тропическом юникаре высказал свое восхищение транспортно-инфраструктурной технологией ЮСТИ. Один из ведущих частных девелоперов Эмиратов, название которого я не могу назвать из соображения и конфессиональности, подписал ЮСКАЙ Транспорт контракт на технико-экономическое обоснование строительства городской трассы, одна из станций которой будет расположена в отеле на высоте 70 метров. Сейчас я нахожусь в Объединенных Арабских Эмиратах, где в 2022 году мы отметили 4 года с момента основания Центра сертификации и испытаний ЮСКАЙ в новше исследовательском, технологическом и инновационном парке Шаржи. На завершающей стадии находятся работы на транспортно-инфраструктурном комплексе номер 4 в Шарже с эльсо-струнной стакадой тяжелого типа для движения подвижного состава весом до 60 тонн, а это, например, вес тяжелого танка. Протяженность эстакады более 2,5 километров с учетом ненапряженного участка, который позволит подвижному составу стартовать с уровня земли. Это позволит 25-местному юнибусу, способному собираться в поезда вместимостью до 250 человек и контейнеровозу «Униконту» грузоподъемностью до 35 тонн, новому, уже пятому поколению тяжелых гневмобилей, осуществлять пассажирские грузовые перевозки на долгожданной скорости 150 км в час. Постоянные в Беларуси более короткие тестовые трассы с протяженностью до 900 метров по условиям безопасности и комфортности, к сожалению, не позволяют любому типу юнибумобилю, в том числе и созданному нами высокоскоростному юниелету, до чистой скорости свыше 90 км в час. В конце осени мы подписали соглашение об экспертизе, строящейся в ШЖ комплексе номер 4 с независимой международной организацией ТЮЮВИ и СВИ. Они уже начали работы по сертификации всего комплекса в совокупности, которые пройдут два этапа. На первом проверят эстакаду, промежуточные анкерные опоры и рельсострунную путевую структуру. А на втором этапе состоится всесторонняя спортиза остальных элементов, подвижного состава, станций, терминалов, подсистем, автоматизированных систем управления, энергопрепещения, связи и т.д. После этого будет выдан сертификат соответствия международным стандартам безопасности, который устранится на грузопассажирские станции и терминалы, опоры и путевую структуру полужесткого типа. Это позволит нам строить городские и международные грузопассажирские комплексы со скоростью движения подвижного состава до 150 км в час, что является рекордными показателями, наряду с высокой энергетической эффективностью, безопасностью и экологической чистотой для подобного рода городской логистики. Еще одно важное событие, подтвердившее нашу высокую репутацию, получение сертификата от научно-исследовательского, технологического и инновационного парка Шаржи с значительным влечением оплаченного в основном капитала нашей компанией SkyTransport до 47 млн. дирхам ОВИ, а это более 12 млн. долларов США. Как я уже отмечал, в 2022 году был спроектирован и изготовлен на нашем производстве в Беларуси флагман городских перевозок 25-местный пассажирский унивус. Сейчас мы отправили его на опытно-промышленные испытания в Шаржу. Из-за сложной геополитической ситуации в мире путешествие унивус займет более двух месяцев. Поэтому только в феврале-марте 2023 года мы планируем начать его испытание. Близко к завершению на нашем производстве и изготовлении униконта для перевозки 20-40-футовых морских контейнеров массой до 35 тонн. И унивус, и униконт выполнены беспилотными тропическими исполнениями. Они не имеют аналога в мире. Мы переезжаем конкурентам минимум на 15 лет. В Беларуси завершается строительство легкого транспортно-инфраструктурного комплекса унилайта, многообещающей разработки нашей компании и, как я обещал, нашего первого коммерческого проекта. Весной здесь поедут первые пассажиры. В модельном ряду EST Unilight – это один из самых легких унимобилей. На сборку потребуются минимальные затраты. Ключевыми моментами при разработке модели были простота в изготовлении, использование только необходимого для бесперебойного функционирования, безопасности, эргономики и оборудования. При этом Unilight – это полноценный беспилотный электромобиль на остальных колесах. С автоматизированной системой управления, эффективной, экономичной, экологичной, безопасной и простой эксплуатации. В этом году наша главная инженерная компания Unilight Stream Technologies получила статус научной организации. Мы пришли аккредитацию в Национальной академии наук Беларуси и в Государственном комитете по науке и технологии. Специалисты государственных органов и организаций приняли решение об аккредитации Unilight Stream Technologies на основе оценки 7-летних результатов научно-технической деятельности, представленных компанией. Отмечу, что коммерческие организации Беларуси не получали такого звания с апреля 2019 года. Слово Unilight Stream Technologies стала девятой частной компанией в истории Беларуси, которая имеет столь почетный статус. Это свидетельство подтверждения компетентности и значимости нашей научной деятельности. К этому мы шли долго и планомерно. Этой годы кропотливая труда и активная научная деятельность компании. Например, только в 2022 году мы заэкстрировали 16 ноу-хау, получили более 10 патентов, публиковали более 20 научных работ и иммунографий. Кроме того, мы ведем активное сотрудничество с ведущими белорусскими и российскими технологическими университетами в научно-исследовательской сфере, а также по подготовке инженерных кадров в новой отрасли знаний по струнным технологиям. Еще одним важным событием уходящего года стало проведение юбилейной пятой Международной научно-технической конференции «Безракетная инженерализация ближнего космоса. Проблемы, идеи, проекты». В предприятии приняли участие международные организации Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДА, Арктическая академия наук, Арктический совет ассамблей народов Евразии, Космическое государство Асгарди, Американский университет Шарджет. На конференции был подписан ряд важных документов. Совместная декларация сотрудничества с Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДА в Российской Федерации и соглашение о намерениях Санкт-Петербургской научной организации Арктическая общественная академия наук, что знаменует начало сотрудничества в рамках развития проектов группы компаний ЮНИДА в Аттеке, природноклиматические условия которой мало отличаются от условий Ближнего космоса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу особенно отметить, что, несмотря на все трудности и проблемы из-за особой геополитической ситуации в мире, мы выполнили все работы, которые были запланированы на этот год. Дорогие друзья, в это светлое новогоднее и рождественское время наши сердца бьются в унисон и особенно сильно. Мы с любовью смотрим на родных и близких, понимая, что в них наше счастье и смысл всей нашей жизни. Благодарим их за поддержку и веру, которая помогает нам идти к целям, преодолевая любые преграды. И мы уверены, что в новогоднюю ночь все наши мечты и планы обязательно сбудутся. Пусть 2023 год станет для всех нас годом воплощение самых добрых, светлых и чистых желаний. Будьте здоровы и счастливы, любите и берегите друг друга с осознанием того, что наша многоциональная человеческая цивилизация, насчитывающая 8 миллиардов человек, единственная в нашей необозримой Вселенной. А наша голубая планета – это наш единственный космический дом, лучше которого и роднее которого нигде во всем мире больше нет и никогда не будет. С Новым годом! С новым счастьем! С новым счастьем! С новым счастьем! С новым счастьем!